Имя Надежда ко многому обязывает. Удивительно, но его получила одна из самых странных машин советского автопрома, так и не сумевшая оправдать этой самой надежды. ВАЗ-2120, выпуск первого отечественного полноприводного минивена, был освоен на опытном промышленном производстве ОАО АвтоВАЗ в 1998 году. Идея казалась интересной и вполне здравой. Создать принципиально новую машину на базе Нивы, выпускавшейся много лет. С первого взгляда автомобиль вполне привлекателен. Если присмотреться к нему повнимательнее, обнаружим знакомые элементы других ВАЗовских моделей. Пластиковая мордочка довольно кокетлива. Капот короткий, находится практически в одной плоскости с лобовым стеклом. Слева у Надежды всего одна водительская дверь, зато задняя правая сдвижная. Ручка на ней от ВАЗ-2108. Карбюраторный двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 79 лошадиных сил. Примерно на одну треть уходит под лобовое стекло, что не очень удобно при его обслуживании. Даже залить масло проблема. В салоне три ряда сидений на семь человек, зато багажник очень маленький. Впрочем, задние сидения можно снять совсем, да и средние сложить. В таком случае Надежда становится практически фургоном. В нее умещаются трехметровые длинномеры. Удобнее всего водителю. Он сидит высоко. Обзор великолепный. Мелкие зеркала и приборы тоже от ВАЗ-2110. Мало информативны. Рулевая колонка регулируется. Рычаг пятиступенчатой коробки передач расположен ближе и удобнее, чем у Нивы. Руль очень легкий, спасибо гидроусилителю. Но радиус поворота кажется чересчур большим. Динамика разгона не впечатляет. Видимо, тяжело ВАЗовскому мотору таскать полуторатонный автомобиль. Зато в салоне Надежды гораздо тише, чем в Ниве. Как только ВАЗ-2120 появился в продаже, 9 из 10 владельцев не вылезали из гарантийных ремонтов. Очень сырая машина, признавались в дилерских центрах. Не так уж и много Надежд было выпущено. Всего около 8 тысяч штук. В 2006 году в связи с низким спросом производство было остановлено.